Чего смотришь? Ну смотрю, что это самое, начинают уже всходить, вот вылазит, ну как бы, ты тут позатаптывал вообще все, вот нарциссы везде, не бегай здесь больше. Я бегаю только когда стол стоит? Не надо даже когда стол стоит бегать. Тогда я не могу его обойти? Ничего не знаю я. Уже розы прям распушились, короче. Да, Нюшка? Розы распушились уже! Это кто? А вот она. Это цветы? Жимолость, это кустик. Ягодки тут съедобные, вкусные очень. Я не отравлюсь от ягодок, вкусные ешь? Не, вкусные, вкусные. Не, вкусные там вкусные, а последствия? Не, они съедобные вполне, даже полезные. Я вот тут думал, может нам надо вот такую зеленую посадить, знаешь как в парке, такие они неприхотливые кусты, их вот так ровно подстригают квадратиком. Никаких кустов здесь мне. Никаких кустов здесь. Вот цветочки, видишь, чтоб ты легал здесь, Андрюш. И они бы как бортик были как раз. Не надо, никаких бортиков мне здесь, мне еще здесь бортиков не хватало. Как отсекало бы раз. Ты потом будешь падать через забор с тяпкой, через бортик этот. Зачем? Ну ты же будешь знать, что они там живут. Нет, ну ты же все равно там же траву надо рвать. Ты будешь через бортик тут падать сам. Ну что, оно перешагивается. Ну это ты сейчас перешагиваешь, пока ты молотый прекрасен. Нет, потом мы уже будем периодически как-то состригать, чтоб ровно было и все. А, ну если уже старость такая наступит, что я перешагнуть не смогу, тогда что? Тогда бортики вокруг нас из досок надо будет делать, Ира. Тогда уже все. Тогда уже другие ребята тут будут, я не знаю кто. Ну вот это в смысле цветок уже прям? Не, не, Андрюш, это листочек. Просто он был зарытый, но я же розу открыла как бы. Поэтому он позеленеет. Да, он позеленеет. Я думал, ну так, раз. Да, вот это гиацинты. Нюся, уйди. Уйди, 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 уйди. У него маленькие лапки аккуратные. Привет, ребятки, привет, мои хорошие. Сегодня погодка на славу, можно сказать, весна к нам пришла. И сегодня, сегодня мы будем приводить божеский вид, наш улик. И покрасить надо ловушку, дабы потом это все впоследствии легко и непринужденно, ну как выветрилось, запах вот этот весь ненужный, чтоб оно не пахло. То есть какое-то время, чтоб было какое-то время, оно постояло и запах ушел. Краску купили вот такую, ребят. Она не очень зеленая, но это единственное, что было из зеленого цвета. Поэтому и будем ее красить. Ребят, для того, чтоб нам покрасить наш улик, его предварительно надо зачистить шкурочкой. Удалить вот эту шершаховатость поверхности. Что, Ира? Все? Сейчас мы это замутим. Прям обсыпается. Это хорошо, что плохо держится. Зачистил улик, ребят. Как видите, ну почти до дерева. В принципе оно не сильно держалось. Сейчас просто покрасим и будет счастье. Что-то перемешать, наверное, надо. Что-то оно нифига не красится. С чудо-палочкой. Что-то цвет красивый, но как-то он не мажется. Прозрачный какой-то. Вроде помешал. Видишь, просвечивается. Просохнет еще. Та что, я уже мажу. Давай я покрашу. Просто видишь, как он это... Как водичкой какой-то намазал. Не, ну сильно жирно тоже ж не надо. Нам ловушку не хватает. Ну, кроме, как знаешь, попробовать два слоя, Андрюша. Хорошо. Ну, знаешь, секрет. Неуверенности нет. Хорошо. Сейчас мы по кругу пройдемся, потом еще. Просто тут же основы вообще нет. Прям на дерево получится. Она почти до дерева как счистилась. Говорили, ребят, прям зеленый надо цвет. Ну, все, что нашли. Какой-то он больше к голубому. Но, думаю, пчела его найдет все равно. Надеемся. Говорят, она видит только зеленый, желтый и белый. А синим же тоже красит. Да? Ну, а то прям, ну, не знаю. Так говорили. Посмотрим, ребят. Акриловая краска универсальная. Но она почти без запаха. Может, поэтому и не красится гадость такая. Попробуем несколько слоев, ребят, сделать. Сейчас пройдусь, а потом еще раз пройдусь. Что-то краска такая, ребят, просвечивается. Два раза прошелся. Не, ну да, сейчас она подсохнет. А я пока таким же макаром нашу ловушку прокрашу. Она тоже должна быть соответствующего цвета. Какой-то он не под цвет зелени. А под цвет чего он? Морская волна. Я говорю, я волна. А, а что-то мы его пятнышками еще поправили. Да я понимаю. То есть, ребят, этот цвет у нас такой не останется. Мы его сделаем цвет типа хамелеон, хаки как пятнышками сделаем. То есть, от этого цвета тут чуть-чуть останется. Ну, для ловушки. Улик останется такой же. А это мы еще испоганим цвет, сделаем как надо. Классически. Будет все четенько. А так-то приятный. Ну, цвет приятный, да. Ну, это такие штанцы покрасить, маечку. Ребят, сейчас покажу промежуточную стадию нашей ловушки. Тут еще будет цвет а-ля хамелеон, пятнышки другим цветом. Закрашивать сильно ее не буду. Ну, потому что, потому что это ловушка. Просто, чтобы дождичка спасала. Пятнышек мы наделаем все нормально. Сейчас она пока сохнет. Мы еще раз улик прокрасим. А сюда вернемся уже делать пятнышки наши. Вот грустная Ира и наш новоявленная ловушка. Видите, какая она светленькая. Но мы ее в один слой покрасили. И вот улик тут, по-моему, три слоя бабахнул. И она со временем темнеет. То есть, сразу она как бы была светлее, постояла, чуть темнеет, темнеет. Я так понимаю, просто в процессе высыхания краска приобретает другой оттенок. Нужный нам оттенок. Сейчас пузырьки наши краски принесу. Покрасим ловушку пятнышками. Сделаем супер хамелеон. Чтобы ни одна падла не нашла нашу ловушку. И наши пчелы не ушли безвозвратно вместе с ловушкой. Сейчас. Ой, Ира на волокладу чуть. Всяких разных цветов, оттенков. Вот темненькую, светленькую. Возьмем. О, пара стопов. Та, я не знаю, она не смоется вот эта. Не должна. Ну, во всяком пути, не за один раз. Ну, даже без этих, без кружочков, да? Без кружочков, да? Нормально. Барс. Эпикассо. Ты что-то так разбрызгал, что тебе сейчас баллончика не хватит. Хватит. Мне лишь только ловушку и все. Улик не надо. Чего ты орешь, Барс? Падла. Ну что, ребят? Да это же шедеврально. Огнец полный венец. Ну что, так же? Так же. Есть люди, конечно, о плохом, кто подумал. Да нет. Но мы сказали все правильно. Как надо было сказать. Последние штрихи мастера Пикасуна. Все четенько. А крышечку не надо, нет? А я же побрызгал. Нет, да вот что это? Это дно, а? Ну можно и дно, да. Да, дно, да, наверное, дно. Забыл, честно говоря. Вот он, венец. Творец. Творение. Да. Последние штрихи, ребят. Ловец чего, хватит. Это же сама снизу будут смотреть. Да, да. Чтобы было похоже на тучку, какое ни пуха. Или... Не на тучку, а на листике. На листике. Да. Стреляй, ребятки, за челку. Да, ну то и мы. Будем ловить правильных пчел, надеюсь. По мне это так огонь получилась, ребят. Огонь огнище. Ты куда, говорит, целишься? Пчел, конечно. Пчел. Да. Вот тоже. Ладно, ребят, пускай сохнет. В принципе. В принципе. В принципе. В принципе, на этом все. Там ловушку надо будет чуть-чуть доделать. Допишут, допокажу. Она просохнет, чтобы не вляпываться. Ну что, ребят, к приему пчел можно сказать готов. Одна из ловушек. Думаю, сделаю еще вторую побольше, потому что сказали, это как бы маловато. Если жирный большой рой придет, может туда не влезть. Хотя внизу специально делалось пространство для большого роя, чтобы на сотах село и внизу пространство, там банда еще расселась. Ну, сказали еще шедевральнее мне дадут чертежик, рецепт. И сделаем так, как положено. Ну, соответственно, покажем. То есть у меня получится две ловушки. И попробуем еще поймать рой на сам улик, что тоже, в принципе, возможно. Как говорят. Ребят, сейчас покажу свои недоделки, которые, ну, как бы надо было доделать в ловушке. Ну, я как бы не доделал, надо было доделать и показать уже готовую. Но покажу, что, в принципе, надо по-хорошему сделать. Ну, чтоб вы знали. То есть вот тут рамка. И, как видно, тут рейка набита, чтоб сразу с ведрами прыгали пчелы и пошли на рамку. Но, исходя из того, что она прям вплотную, мне сказали, что прополицам или какой-то такой фигней могут залить, прилепить эту рамку, потом не выдернешь. То есть вот эту одну реечку мы отсюда уберем. Но ее не просто выкинем, а прикрутим на эту сторону. Они тут метаются и по задней стороне тоже будут прыгать. Чтоб было легче перебраться на рамку, ходить между рамками. То есть таким макаром мы облегчим участь наших будущих наловленных пчел, как правильно сказать. Ну, в общем, чтоб знали, чтоб косяка такого не допустили, чтоб рамка вплотную не прилегала к корпусу ловушки. Ну, нигде. Иначе ее прилепят этим прополисом, зальют. Чтоб этого не произошло, надо оставлять какое-либо пространство. На этом, наверное, и все, ребят. Всем пока, счастья, здоровья, успехов. Извиняемся, ну, если видео получилось скучно, ну, немного времени потратил. И результативность этой покраски должен был, наверное, показать. Чтоб вы знали, какой у нас чудо-хамелеон получился в плане ловушки, в плане улика. Такая красота неимоверная. Ну, и, конечно, как всегда, надо получить пару подзатыльников таких дружеских. Что сделал не так, что нужно, можно исправить. Вот, наверное, все. Пока, ребят. Счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Всего только самого лучшего. Вы у нас самые классные, самые пушистые наши подписчики. Вы супер. Такие, наверное, только у нас классные и пушистые. Пока, ребят. Счастья вам. 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 Субтитры подогнал «Симон»